Оно называется «Вчера пошел дождь». Это так просто, но так низко, забрать все мои силы. Силы, собранные впечатлениями в каждом месте, в каждом городе этого мира. Силы, хранимые коллекцией на полке где-то у меня внутри. Просто забрать их все, по одной, покрупить, и по капле, или вытасти все сразу. Мол, это случайность, и я не подумала. Забирая, нужно оставлять что-нибудь в замен. А ты просто выключил бабочку, чтобы никто не догадался и не подумал. Ты выключил лампочку и стало темно. Темно, всем холодно. Сподвигаясь на ощупь, я ищу выхода, но выхода нет. Забрал его вместе со всем остальным, помнишь? Я стою посреди комнаты, а вокруг темно, 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 как в гробу. И вот я лежу в этой маленькой черной капсуле над ней сияющего моря жизни. Мимо проплываю серебря, поставив мои знакомы. А иногда ищу я так отблескивают в виде солнечных лучей, что даже кажется, что это люди. Это беспощадная стихия, выбрасываясь маленьких детят на берег. Как бы проповедуя им, встаньте и идите, надышитесь. А им остается только лежать на берегу с подгрузом собственных мыслей, пока прибой медленно и ласкливо укрывает их песком. И они засыпают, засыпают навсегда. Самым предсказуемым, что ты мог сделать, это уйти. Самым простым и самым бессмысленным. Спустя толщу волн расстояния между нами, я все еще слышу твои шаги. Но я в замешательстве, любой бы уже рухнул под такой пахлажей. Войны с ней никогда сильно не прятались. Я почти всегда слышала, что не шепчутся где-то недалеко. Но около часа назад тебя застегло врасплох и накрыло цунами. Теперь, даже со своим кошачьим слухом, я не могу поймать ни одну синицу, выпущенную из твоих рук. В погоне за этим маленьким счастьем я пролетала почти все свое время. Но вчера пошел дождь, и я одела шляпу, чтобы Бог сверху не узнал мою рыжую голову и не плюнул на нее в очередной раз. Удиви меня, приди вдруг, можешь не целовать, не брать меня за руку, просто прошепчи мне на какую-нибудь грубость из твоего репертуара, как ты любишь. А хочешь закричить? Пускай остановятся и обернутся, пускай все равно они ничего не увидят. Раз, ведь только две маленькие восковые пигурки, такие потрепанные, такие поцарапанные, просто брошенные на олезневшую землю. Фигурки, которые через час или даже пару минут заберет в плен ребенок и будет катать на игрушечном поезде, туда и обратно, в том случае, то сталкивая лицом к лицу. Закричи, закричи так громко, что все вокруг дрогнет, а после растает, и я утону в теплых волнах твоего баритона. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ